Беседа 13, 148 С того же начала и тем же вступлением, которыми начал я вчера и третьего дня, начну и сегодня, скажу и ныне, благословен Бог! Какую видели мы прошедшую среду, и какую видим теперь настоящую? Какой мрак был тогда, и какая тишина теперь! В тот день в городе происходило ужасное то судилище, потрясало сердца всех, и день делало ничем не лучше ночи, не потому что потухнул свет, но потому что уныние и страх помрачили ваши глаза. Поэтому, чтобы получить нам еще больше удовольствия, хочу рассказать немного из того, что тогда случилось. Притом нахожу рассказ об этом полезным и для вас, и для всех потомков, ведь и спасшимся от кораблекрушения приятно вспомнить о волнах, о буре и ветрах, когда приплывут они в пристань, и впавшим в болезнь весело после болезни рассказывают другим о лихорадках, которые едва не довели их до смерти. В самом деле, когда пройдут несчастья, рассказ о них имеет приятность, потому что душа тогда уже не боится, напротив, еще вкушает большее удовольствие, и воспоминания о прошедших несчастьях всегда дает лучше видеть настоящее благополучие. Когда большая часть города от страха и грозы той переселилась в пустыни и пещеры, и в места сокровенные, потому что страх отовсюду гнал их, когда в домах не стало женщин и на площади не было мужчин, а едва показывались двое или трое идущие по ней друг с другом, и то как будто бродящие мертвецы. Тогда ходили мы в судилище, чтобы видеть конец дела, и, увидя там собранными остатки города, более всего поделились тому, что, несмотря на множество стоявших у дверей, была глубочайшая тишина, как будто не было никого. Все смотрели друг на друга, и никто не смел ни спросить стоявшего подлин, ни выслушать, что от него. Каждый подозревал ближнего, потому что многие уже сверх всякого чаяния схвачены были на самой площади и содержались внутри судилища. И все мы вместе вздирали на небо, без молнии воздевали руки, ожидая высшей помощи, и умоляя Бога, да поможет он подсудимым, да смягчит сердца судей и приговор сделает милостивым. И как видящие из земли погибающих, от кораблекрушения прийти к ним, подать руку и спасти от погибели не могут, будучи удерживаемы волнами, а только издали с берегов простирает руки, и со слезами умоляет Бога помочь утопающим. Так и здесь, все в безмолвии мысленно призывали Бога, умоляя, чтобы он простер руку к подсудимым, как бы погибающим в волнах, и не допустил ладье потонуть, и приговор судей разразиться полнейшим кораблекрушением. Так было пред дверьми. Когда же вошли мы во внутренность двора, увидели еще другое, более того ужасное, воинов, которые вооруженными мечами и палецами охраняли тишину вокруг заседающих внутри судей. Так как все близкие к подсудимым, жены и матери, и дочери, и отцы, стояли перед дверьми судилища, то чтобы когда приходилось кого отводить на смерть, никто, будучи поражен зрелищем несчастья, не произвел какого-либо шума и беспорядка, воины пугали всех и издали, наперед поражая страхом их сердца. Но вот что всего трогательнее. Мать и сестра одного из допрашиваемых на суде сидели в самом преддверии судилища, распростершись на земле и представляя из себя общее зрелище для всех предстоящих, закрывая лица и сохраняя стыдливость настолько, насколько позволяла лишь крайность несчастья. Не было при них ни служанки, ни соседки, ни приятельницы, ни другой какой сродницы, но одни в бедных одеждах среди такого множества воинов трепетали, подвергшись на земле у самых дверей, страдали больнее самих подсудимых, слыша голос палачей, звук ударов, вопли бечуемых, страшную угрозу судей. Из каждого наказываемого терпели более жесткие мучения из-за каждого, нежели сами наказываемые. Так как в показаниях других заключалась опасность улики в виновности подсудимых, то они, мать и дочь, лишь только примечали, что кто-нибудь ударами понуждается указать на виновных и издает плачевные вопли. Взирая на небо, молили Бога дать ему силу и терпение, что в безопасности близких им не погубила слабость других, не могших вынести жестокой болью от ударов. И здесь опять было то же, что с застегнутыми бурью. Как те лишь только увидят натиск воды, волны издали поднимающиеся и мало-помало возрастающие, и грозящие потопить судно, еще раньше, нежели волна приближится, почти умирает от страха. Так и эти лишь только слышали разносившиеся голоса и вопли, боясь, чтобы изнемогшие в пытках, быв понуждаемы делать показания, не говорили кого из их сродников. Видели перед глазами у себя тысячи смертей. И можно было видеть пытки внутри судилища и пытки вне его. Тех подсудимых мучили палачи, а этих жены-сестер силов природы и сердечное сочувствие. И внутри был плач, и вне плач. Внутри плач виновных, вне их родных. Впрочем, не только эти, но и сами судьи плакали в душе и страдали сильнее всех, будучи вынуждены производить такое горестное дело. Сто пятьдесят. А я, сидя там и смотря на то, что и жены, и девы, не выходившие из дома, теперь сделались предметом общего зрелища для всех, и почитавшие, почивавшие на мягких постелях, лежали на земле, и пользовавшиеся услугами стольких служанок, евнухов и всякой другой роскошью, теперь, лишаясь всего этого, преподает к ногам всех, умоляя, чтобы каждый помог подсудимым по мере сил своих, и чтобы от всех была как бы общая склочина милости. Видя это, я припомнил изречение Соломона, «Суета, сует, все суета». Да, увидел я исполнившимся на самом деле, как это, так и другое изречение, которое гласит, «Голос говорит, возвещай!» И сказал, «Что мне возвещать? Всякая плоть, трава, и вся красота ее, как свет полевой, засыхает трава, увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ, трава». Исайя 46. Тогда обличилось бессилие и богатство, и благородство, и знатность, и заступничество друзей, и родства, и всего житейского, потому что сделанный грех и проступок не спроверг всю эту помощь. И как мать Воробьев, когда похищены будут дети ее, прилетев и нашедший гнездо пустым, не может вырвать похищенных своих птенцов, но летая около рук птицелова, выражает тем свою печаль. Так делали тогда и жены те, когда дети были похищены у них из домов. И как бы в сетях и тенетах содержались внутри судилища, они не могли подойти и исхитить узников, но выражали свой скорбь тем, что распростершись у самых дверей, плакали и воздыхали, и старались быть близ стражи. Это-то видя тогда, я привел себе на мысль будущее страшное судилище, и сказал себе, «Если теперь, когда судят люди, ни мать, ни сестра, ни отец, ни другой кто, хотя сами и не виновны, в учененных буйствах, не могут освободить подсудимых. Кто же на страшном судилище Христовом защитит нас, судимых? Кто осмелится подать голос? Кто освободит влекомых на нестерпимые мучения?» Подсудимые были хоть и первыми в городе, и светом благородства, однако рады были бы, если бы кто взял у них все, даже если нужно и самую свободу, дал вам только пользоваться настоящей жизнью, а когда день уже окончился, и настал глубочайший вечер, и ожидаем был окончательный приговор, тогда все были еще в большем смятении, и молили Бога, чтобы случилось какое-нибудь замедление и остановка, и чтобы судям внушил он представить на усмотрение царя то, что было дознано впоследствии, может быть, думали, будет какая-нибудь польза от этой отсрочки, и были рассылаемы к человеку, любцу Богу общие от народа молитвы, чтобы он спас остатки города и не допустил совсем разрушиться ему до основания, и не видно было ни одного, кто бы без слез взывал об этом, и однако никто из всего этого ничто не тронуло тогда судей, слушавших внутри дела, они имели в виду одно только, чтобы произвести строгое расследование преступления, наконец наложив на виновных оковы, и заключив их в железо, отсылались в темницу через площадь, это людей, которые, содержа коней, управляли общественными играми, считали за собой тысячи других важнейших должностей, затем полагали запрещение на их имение, и на дверях всех их виднелись в печати, и жены их, изгоняемые из отеческих домов, все на деле испытывали то же, что жена Иова, они переходили из дома в дом, с места на место, ища пристанище, да и это было для них нелегко, потому что каждый опасался и страшился принять и презреть кого-либо из родственников виновных, при всем том пострадавшие, были довольны всем этим, потому что не потеряли еще жизни, ни потеря денег, ни бесчестия, ни такой позор, ни другое что подобное, не печалило их, великость несчастья, и то, что они потерпели еще менее, нежели как ожидали, расположило душу их к любомудрию, и тогда узнали они, как не трудна, легка и удобно исполнима для нас добродетель, и что тяжелой кажется она только от нашей беспечности. Эти люди, которые прежде не перенесли бы благодушно небольшой траты денег, теперь, когда были объяты большим страхом и потеряв уже все свое имение, были в таком расположении, как будто нашли сокровище, потому что не потеряли жизни. Так, если бы в нас было чувство будущей гиены, и мы имели в уме в своем те нестерпимые мучения, то хотя бы отдали мы за законы Божьи имение, и душу, и тело, не скорбели бы, зная, что приобретаем большее, избавление от будущих страданий. Может быть, достаточно уже размягчило сердце ваше, печальная картина рассказанного, но не тяготитесь, так как хочу я вдастся в более тонкие мысли, имею нужду в уме более мягком, то и сделаю это с намерением, чтобы страшным рассказом, заставив ум ваш, отбросить всю беспечность и отвлекши его от всего житейского, с большим удобством внедрить в глубину вашей души силу слова. 151 И прежде своей беседы мы достаточно доказали, что в нас лежит естественный закон добра и зла, но чтобы доказательство было нам яснее, займемся теперь опять тем же предметом слова. Что Бог при самом сотворении человека создал его знающим то и другое, это показывает люди. Так все мы, когда грешим, стыдимся и подчиненных, и часто господин, идя к развратной женщине, и видя кого-нибудь из более скромных слуг, застыдившись, сходят с этой негодной дороги. Опять, когда другие вронят нас худыми словами, мы называем это обидою, и сделавших ее влечем в суд, хотя и сами терпим от этого неприятности. И так знаем мы, что такое порог и что добродетель. То же самое и Христос, показывая и объясняя, что Он заповедует не что-либо новое или превышающее нашу природу. Но то, что искренне уже вложил в нашу совесть, по изречении многих тех блаженств сказал так. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Не нужно, говорит, многие слов, ни про странных законов, ни разнообразного наставления. Воля твоя да будет законом. Хочешь ты получать благодеяние, а благодетельствуй другого. Хочешь, чтобы тебя хвалили, похвали другого. Хочешь, чтобы тебя миловали, помилуй ближнего. Хочешь, чтобы тебя любили, полюби сам. Хочешь пользоваться первенством, уступи его прежде другому. Сам будь судьею, сам будь законодателем твоей жизни. И опять, что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Тавита 4.15 Это изречение ведет к удалению от греха, а предыдущее к совершению добродетели. Что ненавидишь, то не делай. Не любишь терпеть обиды, не обижай другого. Не любишь, чтобы тебя завидовали, и сам не завидуй другому. Не любишь, чтобы тебя обманывали, и сам не обманывай другого. Да и во всех вообще случаях станем только держать этих двух изречений. И не будем иметь нужды еще в другом наставлении. Знание добродетели вложил Бог в нашу природу, но приведение в дело и исполнение предоставил нашей свободе. Сказанное может быть неясно. Так постараюсь сделать его более ясным. Чтобы знать, что целомудрие – добро, для этого нам не нужно рассуждение или наставление, потому что мы сами по природе имеем это знание, и не требуется ни усилий, ни забот, чтобы разыскать и найти, хорошо ли и полезно ли целомудрие. Напротив, все мы общим голосом признаем это, и никто не сомневается насчет этой добродетели. Так и блуд почитаем злом. И здесь также не нужны нам ни усилия, ни учения, чтобы узнать преступность этого греха. Но все мы от природы научены этим суждениям и хвалим добродетель, хотя и не делаем ее, равно как ненавидим грех, хотя и делаем его. И со стороны Бога величайшим благодеянием было то, что он нашу совесть и волю расположил любить добродетель, а против греха враждовать еще до совершения их на деле. Итак, как сказал я, знание о том и другом положено в совести всех людей, и мы не нуждаемся ни в каком учителе, чтобы узнать о них. Но самоисполнение предоставлено уже свободе, старательности и трудам нашим. Почему так? Потому что если бы Бог все сделал даром природы, мы остались бы без венцов и без наград. И как бессловесные за те совершенства, которыми обладают, они по природе не могут получать ни награды, ни одобрения, так и мы не получили бы ничего этого. Совершенства естественные служат похвале и чести не обладающих, а того, кто дал их. Вот почему Бог не предоставил всего природе. С другой стороны, не допустил он и свободе взять на себя все бремя и знания, и исполнение, чтобы она не ужаснулась труда добродетелей. Напротив, совесть предписывает ей, что делать, а к исполнению этого она сама привносит от себя труды. Так что целомудрие есть добро, мы знаем без всякого труда. Это знание от природы, но соблюсти целомудрие мы не могли бы, если бы не употребляли усилий, не обуздывали похоти и не предпринимали великого труда. Это уже не дано нам от природы, как знание, но требует с нашей стороны усердия и старания. Впрочем, не этим только Бог облегчил для нас тяжесть, но еще и другим способом, допустив, чтобы из самых совершенств некоторые были у нас естественными. Так всем нам, естественно, негодовать вместе с обижаемыми. Мы сейчас становимся врагами обидевших, хотя сами ничего не потерпели. Радоваться с получившими защиту и помощь, скорбеть о несчастьях других и услаждаться взаимной любовью. Обстоятельства, правда, производят между нами неприязнь, но вообще мы имеем любовь друг к другу. И, указанно на это, один мудрый сказал, Серахов 13,19, «Всякое животное любит подобное себе, и всякий человек ближнего своего». 153. Много и других учителей, кроме совести, приставил к нам Бог. Как-то родителей к детям, господ к рабам, мужей к женам, наставников к ученикам, законодателей, судей к подначальным и друзей к друзьям. Часто даже от врагов мы получаем пользу не менее, чем от друзей. Когда они укоряют нас в проступках, то побуждают нас и против воли к исправлению от них. А столько учителей приставил к нам Бог для того, чтобы нам было легко найти и сделать полезное. Так как многие, побуждая нас к этому, не дают нам уклониться от полезного. Если мы пренебрежем родителей, то, боясь начальников, наверное, будем скромнее. Если их презрим и будем грешить, то никак не можем избегнуть упрека совести, если ее не уважим и не послушаем, то, опасаясь общественного мнения, станем лучшими. Если и этого не устыдимся, то поврежденный страх, врожденный страх пред законами, может образумить нас и против воли. Так молодых людей берут на свое попечение, направляют учители и отцы, а возрастных – законодатели и начальники. Рабы, как более склонные к беспечности, понуждаются к надлежащей деятельности, кроме сказанных лиц, еще и господами, а жены – мужьями. И вообще у нашего рода много со всех сторон оград, чтобы не увлекаться легко и не впадать в грех. Но сверх всего этого учат нас и болезни, и несчастные обстоятельства. Так и бедность удерживает, и потери вразумляет, и опасность смиряет, и многое другое тому подобное. Не страшит тебя ни отец, ни учитель, ни начальник, ни законодатель, ни судья. Не пристыжает тебя друг, не выявляет тебя враг, не вразумляет господин, не научает муж, не исправляет тебя совесть. А вот приходит телесная болезнь, и нередко исправляет все, так же и потеря делает дерзкого скромным. Еще же важнее то, что великую приносит нам пользу не только наши собственные, но и чужие несчастья. Даже когда сами ничего не терпим, а только видим, что другие наказываются, мы вразумляемся не меньше их. Это бывает и с добрыми делами, как от того, когда злые наказываются, другие делаются лучшими. Так и тем, когда доброе делает что-либо хорошее, многие увлекаются к соревнованию им. Так случалось и с избежанием клятву. Многие, видя, что другие бросали эту дурную привычку, стали подражать их усердию и сами одолели этот страх. Поэтому тем усерднее опять беремся за то же увещание. Никто не говори мне, что многие исправились. Не это требуется, но чтобы все исправились. Пока не увижу этого, не могу успокоиться. Пастор имел сто овец, но когда заблудилась одна, он не воспользовался целостью девяносто девяти, не довольствовался. Пока не нашел заблудшее и не привел опять в стадо. Не видишь ли, что это бывает и с телом. Если ударим обо что и сломив один ноготь, все тело болит с этим членом. Поэтому не говори, что неисправившихся осталось лишь немного. Но смотри на то, что эти немногие, неисправившись сами, портят много и других. И один блудник был между коринфянами. Однако Павел так спинал, как будто весь город погибал. И весьма справедливо он знал, что если этот не вразумится, болезнь быстро пойдет своим путем и достигнет других мест. Недавно видел я в судилище знатных мужей связанными. И потом ведомыми по площади. И когда некоторые удивлялись чрезмерности этого бесчестия, нечему удивлять, все говорили другие. Где суд, там не помогает знатность. Следовательно, тем более не поможет знатность там, где будет нечестие. 155. Размышлением об этом станем же возбуждать себя. Потому что если вы со своей стороны не приложите старания, все наши труды будут напрасны. Почему так? Потому что дело учительства не таково, как прочее искусство. Серебряных дел мастер, каким вычеканит сосуд и поставит, таким найдет его и пришедший на другой день. И медник, и мраморщик, и всякий художник, каким оставит свое произведение, таким и найдут опять. Но у нас не так. А совсем напротив, потому что мы образуем не бездушные сосуды, но разумные души. Поэтому и находим вас, не такими, какими оставляем, но после того, как здесь мы с большим трудом настроим вас, исправим, сделаем более усердными, а выходя отсюда, вас со всех сторон окружает множество всяких дел и опять развращает и причиняет нам еще большие затруднения. Посему прошу и молю, подайте руку содействия нам. И сколько я здесь стараюсь о вашем исправлении, столько же и вы, вышедшие отсюда, покажите заботливости о своем спасении. О, если бы возможно было мне за вас делать доброе, а вам получать награду за добрые дела. Я и не беспокоил бы вас так, но что делать? Это невозможно. Господь воздаст каждому по делам его. И вот как мать, видя дитя в горячке, став при нем, когда оно мучится и горит, со слезами говорит нередко к больному дитяте, О, если бы возможно было мне, чадо, взять на себя твою горячку и на саму себя перенесет от жар, так и я говорю теперь, О, если бы возможно было мне за всех вас потрудиться и сделать добро. Но этого нельзя. Нельзя. А каждому необходимо самому дать отчет в своих делах. И невиданно, чтобы один наказываем был за другого. Поэтому скорблю и плачу, что когда в тот день вы будете осуждаемы, я не буду в состоянии помочь вам. Да и нет у меня такого дерзновения к Богу. А если бы и было у меня дерзновение, так я не святее Моисея и неправеднее Самуила, о которых, хотя они достигли столь высокой добродетели, Бог сказал, что не могут нисколько пособить иудеям, потому что сам народ предался великой беспечности. Иеремия 15.1. И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое Моисея и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут. И так, по елюху мы за свои дела и наказываемся, и спасаемся, то постараемся, умоляя, исполнить вместе со всеми прочими и эту заповедь, чтобы, отошедши отсюда с доброй надеждою, получить нам обещанное благо по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым слава Отцу со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.